Привет! Меня зовут Кристофер Буравский. Я экспорт-менеджер фирмы Самаж. Сегодня я хотел бы поговорить о настройке и регулировке фронтальной косилки Самаж KDF340. Перед тем, как впервые подключить косилку к трактору, необходимо проверить направление превращения переднего вала отбора мощности трактора. Заводские установки косилки подразумевают вращение ВОМ по часовой стрелке, однако это можно изменить разворотом редуктора на 180 градусов. После подключения гидравлических шлангов вторым шагом подключаем карданный вал. Необходимо помнить, что перед первым подключением карданный вал должен быть обрезан на нужную длину. потому как положение нижних рычагов передней навески может измениться. Инструкции по обрезке карданного вала вы можете найти в инструкции пользователя. При подготовке машины к работе необходимо установить навеску на нужную высоту. При правильной настройке расстояние от резиного отбойника до рамы навески должно составлять около 30 сантиметров. Фиксируем установленную позицию цепями, которые не дадут косилке падать ниже. Это кронштейн блокировки косилки в транспортной позиции. Переводим его в рабочее положение. КДФ косилка комплектуется двумя гидроцилиндрами одностороннего действия, которые поднимают косилку в транспортное положение и на разворотах. Нет необходимости использовать рычаги управления трехточечной навески для подъема косилки. В данной версии косилки КДФ используется механическая система разгрузки и копирования. Регулировкой четырех пружин можно ослабить или увеличить степень давления режущего бруса на грунт. Необходимо помнить о смазке машины. Все точки, которые требуют обслуживания, промаркированы специальными наклейками. Момент вращения передается от ВОМ-трактора через карданный вал и два редуктора в масляной ванне. Мы имеем контрольное отверстие сбоку редуктора, сливное отверстие снизу и заливное сверху. Мы рекомендуем первую замену масла провести после 50 часов работы, все последующие после 500 часов либо один раз в год. В данных редукторах используется трансмиссионное масло 80В90. Перед первым использованием мы должны установить все защитные кожуха. Они крепятся болтовыми соединениями сверху и петлями с обеих сторон. Передний кожух фиксируется между защитным ограждением снизу и фронтальной прижимной пластиной сверху, которая защищает его при кошении высокого травостоя. Все фронтальные косилки Самаш комплектуются шкалой, которая показывает высоту кошения. Высота кошения устанавливается и регулируется верхней тягой трехточечной навески трактора. КДФ-косилки комплектуются двумя гидравлическими цилиндрами одностороннего действия для подъема в транспортное положение и на разворотах. Ширина валка настраивается двумя регулируемыми двойными дисками. При кошении высоких культур необходимо приподнять защитный кожух для увеличения высоты рабочего окна и производительности. Для уменьшения транспортной ширины кожух-косилки имеет складываемые боковые секции. Перед началом работы не забывайте опускать их в рабочее положение. После начальной настройки можно приступать к кошению. Включаем передний ВОМ трактора и плавно увеличиваем частоту вращения до 1000 оборотов в минуту. Спасибо за внимание! И обязательно внимательно прочитайте инструкцию для соблюдения всех условий безопасной эксплуатации. Субтитры создавал DimaTorzok